Определённая металлическая схема Докстат 7-5-3, схема управления конкуренции, 5 экономических комплексов и 3 экономических зоны. Она была выработана вначале и позволила нам структурировать информацию и структурировать работу. Вот эти самые 12 проектных площадок, они отражают вот эту металлическую схему. На мой взгляд, одно из основных предназначений, в том числе и задать новый язык, на котором можно рассказывать о регионе будущего. Вот в будущем у нас будет, да, будет Волгогамский полонок, будет Волгогамский микропорис, будет властерная активация. Вот этот язык, когда она заключённая в этом языке, она, мне кажется, очень важна, и очень хорошо, что нам это здесь удается реализовать. Ну, во-первых, уже хорошо использованы разведанные запасы углеводородов, с которыми вполне грамотно обращаются. Есть центральное евразийское положение, являющееся предпосылкой для развития логистических видов деятельности и являющееся действительно преимуществом, если развита инфраструктура. Вообще говоря, из регионоведения известно, что лучше развиваются приморские регионы, в которых есть выход к морю. Центральные регионы в этом смысле в более сложном положении. Но за счёт развития инфраструктуры можно этот недостаток преодолеть. Есть и проблемы, недостаточно высокое качество человеческого капитала, системные проблемы конкурентоспособности, если говорить о конкурентоспособности в глобальном масштабе, и некоторые другие. Но вот, тем не менее, мы считаем, что перевешивают преимущества, и Татарстан может как минимум стать центром полюса роста на уровне России. Вот все направления конкуренции, которые определены на этом слайде, это конкуренция за институты, за то, чтобы в Татарстане были лучшие условия для бизнеса, лучшие условия для развития. Это человеческий капитал, о чём будем мы подробно говорить, в конечном счёте именно от качества человеческого капитала, от качества людей, которые учатся, живут, работают в Татарстане, зависит от его развития. Это лидерство необходимо в инновациях, в использовании природных ресурсов, в реальном капитале и инфраструктурном развитии, в умении привлечь финансовый капитал. Всё это реализуется через успех отраслей специализации нашей республики на рынках. У нас выделено три направления. Первое – это собственно формирование и накопление человеческого капитала. Второе – создание комфортного пространства для развития человеческого капитала и в целом республики через развитие системы социальных связей и в каждом городе и микрорайоне. И создание общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. Если упрощенно, то есть ситуация с развитием социальной сферы человека непосредственно, есть ситуация, связанная с развитием физической среды, в которой происходит функционирование. И есть экономики, прежде всего, и институты, которые определяют успешность предпринимательства, и собственные экономические отрасли, которым тоже в стратегии будет нового расчета внимания. Продолжение следует...